За партами родителей сочинских девятиклассников в 10-й школе сегодня собрались 20 мам и пап, чтобы из первых уст узнать о первом серьезном экзамене их детей, итоговом собеседовании по русскому языку. Уже два года этот экзамен входит в число обязательных. Это условия допуска государственной итоговой ситуации, где каждый ребенок проходит собеседование, продолжительность 15 минут этого итогового собеседования, и оценка по этому итоговому собеседованию за счет, либо не за счет. Из одного класса родители направляются в другой. Здесь им наглядно показывают, как будет проходить экзамен. Первая часть итогового собеседования – это чтение текста, обычно про какого-то известного человека, и его пересказ. В роли школьника – учитель информатики 10-й школы. Вариант номер один. Я вам засекаю две минуты для подготовки к чтению. Пожалуйста. Экзаменатор оценивает правильность произношения слов, интонацию, темп чтения и точность пересказа. Другая часть собеседования – это так называемое монологическое высказывание на заданную тему и разговор с экзаменатором. Здесь оценивается умение школьника грамотно выражать свои мысли и вести диалог. Родителям девятиклассников предложили не просто посмотреть на экзамен со стороны, но и самим попробовать его сдать. Желающих, кстати, оказалось совсем немного. Лидия не просто пилотировала самолет, она выполняла самые сложные фигуры высшего пилотажа. Сергей Кирселян по профессии педагог, учитель биологии. Сегодня на собеседовании читал и рассказывал про первую русскую летчицу Лидию Звереву, а еще рассуждал на заданную тему – почему люди ссорятся. Сергей Кирселян признался – примерить на себя роль школьника, сдающего экзамен, было весьма волнительно. Принять участие, во-первых, я считаю, что необходимо на самом деле понять, почувствовать те состояния эмоций, которые может испытать мой ребенок. То есть это важно для меня не только как педагога, но и как отца родителя своего сына. Всего же в Сочи к акции присоединились пять школ. Пройти собеседование по русскому языку или просто узнать подробности об экзамене пришли 92 родителя. Ну а у школьников для подготовки к своему первому серьезному экзамену остается совсем мало времени. Он назначен на 12 февраля.